Мы читали Евангелие сегодня наугад, крылья-то, полистали и прочли сегодня о исцелении бесноватого юноши и Христос говорит нам такие слова О Родине верный и развращенный, доколе буду с вами, доколе терплю вас. И два слова таких употребляет неверный и развращенный. Неверный относится к вере в Бога, потому что мало веровать, что Бог есть. Нужно быть верным Богу. Мало, значит, жениться, значит, надо быть верным жене, и жене нужно быть верным мужу. Не просто, значит, формально быть в браке, нужно быть верным. Также с Богом отношения брачные такие. У человека брачные отношения с Богом. Господь говорит, я супруг ваш, Израилю говорит, вы изменники, вы любодельная жена, вы выводите себя. Вечно куда-то там юг ваш блудный, выводит вас по углам и закоулкам. Это постоянно пишется о Иеремии, о Осии, о Исаии. Такое, значит, вот, значит, мало верить, нужно быть верным. Значит, говорит, О Род неверный и развращенный. То есть неверный и развращенный. Две такие характеристики, такие мощные, такие убийственные, которые подвергают нас в стыд и заставляют нас покраснеть. И Христос сейчас двумя словами описывает состояние человечества, человека, вот, меня, вот, вас. Значит, допустим, когда к Нему приступали с просьбой, дай нам знамени, покажи нам что-нибудь такое чудо, покажи нам, что ты имеешь власть творить вообще, дай нам какой-то знак. То Он говорил, что Род неверный и прелюбодейный. Род мукавый и прелюбодейный знамени ищет. И знамени даст им. Тоже два слова употребляют. Мукавый и прелюбодейный. То есть хитрые, развратные людишки ходят так, как лисы, поджимая хвосты вокруг Христа и просят себе всяких знамени, дай нам чудо, а ну-ка покажи, ну-ка расскажи. Мы тоже такие с вами, потому что мы лезем к чудесам, хотим чудес, хотим знамени, хотим всякого такого. А ну-ка дай нам, ну-ка покажи нам, чтобы мы поверили и так далее. И Христос как печать такую на царскую такую бумагу шлеп, такой Род неверный и развращенный. Род лукавый и прелюбодейный такой. Вот характеристика. В устах Христовых краткая такая емкая характеристика человека. Это касается не только евреев, которые жили возле Христа. Это касается, конечно, каждого человека, это любого общества касается, потому что люди, в принципе, после грехопадения забыли о небесном Отечестве. То есть мы находимся в забвении о своей главной потере. Это значит, потерял человек что-то и не знает, что потерял. И ходит, как бы он и не ищет это, он только чувствует внутри некую сосущую пустоту. Он не знает, что он потерял рай. Он и не ищет его, потому что он потерял, а он не знает, что он потерял. Только вот что-то мало ему всего в жизни. Вот не было машины, машину купил, а счастье не пришло. Была одна машина, купил две машины, а счастья нет. Вот был женат на этой женщине, он думает, наверное, это из-за нее. Развелся с ней, другой женат, а счастья нет. На третьей женился, еще одну машину купил. Переехал с этого города, другой, с Саратова в Пензу, с Пензой в Нью-Йорк, а счастья нет. И он вот это вот бегает по жизни, потому что у него внутри пустота. У него сосет под ложечкой, думает, что такое, что же не клеится. А он рай, он рая хочет, но он не знает, что он хочет. То есть человек не знает, что ему хочет, но рая хочет. Конец всех желаний человека – это в рай все лица. Это что маленькому ребенку, значит, мамке на ручке к сиське поближе, такое, чтобы было тепло, защищенно, вкусно, хорошо и сладкое, там, где тебя любят, там, где ты нужен. Потому что мы же никому не нужны. Кому вы нужны вообще в этой жизни? Кому? Государству? Родственникам? Большие вопросы. На самом деле человек никому не нужен, если честно, брать. Так редко кто-то кому-то нужен. На самом деле человек нужен только Богу, и больше никому. Один был такой митрополит Вениамин Федченков, на покое доживавший в Псково-Печевском монастыре, он сказал, что нужно понять, что человек представляет из себя существенную ненужность, и кроме Бога не нужен никому. Это так мощно перед смертью сказано. То есть действительно никому не нужны. Ни детям, ни внукам толком. Ни мужьям, ни женам, ни отцам, ни матерям. По-настоящему человек нужен до конца, с потрохами, с каждым волосиком, на голове, с каждой ресничкой, с каждым вздохом, с каждой слезой. Только Господу Богу. Только Господь может вместить человека и полюбить его по-настоящему, и взять его к себе на руки. Вот только Он может. Потому что человек очень тяжелый. Человек другой человек. То есть почему человеку трудно любить другого человека? Потому что тяжелый человек. Вот поднимешь на себя чужую тяжесть, и через полчаса устанешь. Даже просто послушаешь человека, поговоришь с ним, и уже изнемогаешься. Потому что тяжелый человек. Человек стал тяжелый очень. Его нести может только Божественная рука. Всесильная рука. очень тяжелый стал, то есть людям людей терпеть невозможно, людям людей любить очень тяжело, людям людей жалеть, лечить там, с ними возиться, носиться, это кошмар, это самый тяжелый труд, лучше, не знаю, гайки крутить всю жизнь, чем детей в садике маленьких, значит, в детском воспитывать, потому что с детьми, с людьми, взрослыми, маленькими возиться, самое тяжелое дело, лучше заниматься с электрикой, с углем, с железом и сталью, там, с колесами, с чем хоть, только не с людьми, люди ужасно тяжелые, человека терпеть, любить, носить может только Господь, и Господь любит нас и носит нас, а мы вечно выскальзываем из рук его, как этот Буратино, папа Карл убежал, это же что такое, сказка про Буратино, это притча о блудном сыне, можно посмеяться, это смешная вещь, на самом деле, сказка о золотом ключике, это притча о блудном сыне, данная языком сказки, бегство из дома отчего, злоключение, неприятности, опасности, возвращение обратно, и нахождение счастья там, откуда ты убежал, счастье не там, где ты бежишь, а там, откуда ты убежал, счастье рядом с человеком, это вот, по сути, такое, вот мы бежим куда-то от Бога, Бог бежит за нами, или на месте ждет, вот мы потом возвращаемся, и вот такая вот наша жизнь проходит, и Господь, видите, говорит, что мы неверные и развращенные, лукавые и прелюбоденные, это, к сожалению, большая правда, поэтому нам дано покаяние, она говорит, кайся человеку, не гордись человеку, обни Господу, люби Господу, заставляй себя любить ближних, заставляй себя терпеть ближних, заставляй себя любить Бога, смиряй душу свою перед Ним и иди вперед, на месте не стой, иди вперед, то есть человек должен двигаться постоянно вперед, тоже очень тяжело, хочется лечь, сесть, замереть, скрыться, спрятаться, в норку забраться по нему, только уже не трогали, не получится, нужно постоянно, только полшага идти вперед. Вот мы прошли вперед целый год с вами, постарели на год, и уже Новый год на носу, и мы вступаем в Новый год, поскольку я вас не увижу в старом году уже больше, кроме завтрашнего дня, кто будет причащаться, и словами на литургии, кто придет молиться, значит, то, на всякий случай, скажу, что давайте попрощаемся с прошедшим годом с молитвой, благодарим Бога за тяжелый, очень странный прошедший год, который выше нашего ума, произошло нечто очень непонятное в нашей истории, произошла война с Сидним Государством, наших братьев и сестер, которые мы всегда считали братьями и сестрами, это Украина, это наши люди, такие же, как мы люди, вот, и там произошла катастрофа, катастрофа волной ударила по всему миру, как эффект домино, повалила во многих людях разные мысли, повалила разные семьи, порвала, значит, много чего живого, вот, да и я здесь, тоже, видали бы меня здесь, если бы не была война, я бы здесь никогда в жизни не появился, ни здесь, ни там, ни там, ни сям, я бы себе жил спокойно в своем месте и служил бы там, 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 где я себе служил, а вот оно, понимаешь, поразгоняло людей с насиженных мест, произошло нечто непонятное, это все война, конечно, против церкви, против этой бедной русской земли, которая при всей своем убожестве, бедности и недалекости хранит истину, это замашка на вас, милые мои, то есть это все, так сказать, топор здесь над вашей головой, над нашей тоже, потому что война, вот, никому не нужна Украина, она нужна лишь как плацдарм войны с Россией, а Россия нужна, важна как враг, только благодаря тому, что у нее есть православная церковь, вот отказались бы русские люди от православия, никто бы с ними воевать не хотел, никто бы и мечтал их врагами, все бы нахнули, а вы такие же, как мой идиот, спасибо, все, слава Богу, все, миримся, дружимся, значит, Содом и Гамору до конца, Россия важна и ценна только наличием православия, только, не нефтью богата Россия, и не газом, газ и нефть это предатки, это прилагательная, существенная Россия богата православной верой, это единственное настоящее богатство нашего народа, и война идет всегда против этого единственного богатства, Что в этом не говорили? За воду воюют, или за нефть, или за уголь, или за газ, или за золото, значит, или за лес, или за просторы земли, значит, или что-то. Это ерунда все. Это все пена. Важно, что самая главная война проходит против истины, которой, к счастью, Россия обладает, не понимая до конца, чем же она, собственно, обладает. Вот мы с вами должны это понимать и должны боль своего сердца отправлять на небо. То есть молитва – это бандероли. Это такие бандероли нашей сердечной боли в небесную канцелярию. То есть я вынимаю из своего сердца эти больные куски, так и отправляю на небо, такими ценными заказными письмами. Такой, прими, Господи, боль моего сердца. У кого сердце не болит, тот бревно, чурбан. И у кого оно болит только о себе, тот дважды бревно и трижды чурбан. Сердце должно болеть у человека за все происходящее, если он человек. Вот проходит год, следующий год начинается. Что мы там будем делать в этом году? Ну что будем? Стареть будем, умирать будем. Кто-то не доживет до следующего Нового года, кто-то до Пасхи не доживет. Может быть, даже ваш покорный слуга. Кто знает, когда умрет? Ну-ка покажи мне справку от Господа, когда умирать придется. Не знаю, не вы, не я. Молодые могут раньше старших уйти, старшие могут раньше все засидеться. Никто ничего не знает. Поэтому, значит, надо проводить прошедший год благодарностью, Господи, слава Тебе, Ты хранишь нас. Что бы ни творилось, а Ты хранишь нас. Что бы ни происходило, а Ты бережешь нас. Господь знает Своих. То есть истина Божия стоит на твердых двух основаниях, пишет апостол Павел Тимофеев. Первое. Познал Господь Своих. А второе. Да отступит от неправды всякий, призывающий Господь. То есть первое. Господь Своих бережет. А второе. Ты, если Ты Божий, отступи от неправды и твори правду Божию. Это вот два основания, на которых стоит Церковь Христова. Господь Своих знает, Господь Своих бережет. Господь Своих никуда не отдаст. Наступает новый, 2015-й, от Рождества Христова по плоти год. Лето Господне благоприятное. Помолимся. Когда куранты на часах, значит, на курантах, вернее, стрелки сбегутся вместе, и когда президент свою вещь скажет, когда гимн запоют, Вы, пожалуйста, в это время скажите во имя Отца и Сына и Святого Духа, Господи, благослови наступающий год не только мне, но всем, чтобы в этом году вера умножилась, вера расширилась, церковь укрепилась, чтобы мы со своими грехами, с тростами поборолись, чтобы мы о Тебе порадовались, чтобы рука Твоя спасающая, могучая рука Твоя, мышца Господня не ослабела, и рука Его не укоротилась. То есть Он как был сильный, так сильный и остался, чтобы Он простирал над нами свою могучую десницу, чтобы мы были хранимы им, Господом, в Троице, Единым и Славим, Отцом, Сыном и Духом Святым. С молитвой начните новый, 2015-й год. Ну и по возможности никого не бойтесь. Как мы поем в Рождество, значит, страха вашего не убоимся, ниже смутимся. Господа Бога нашего, того осветим, и то и будет нам страх. То есть Бога нужно бояться. Кто боится Бога, тот больше никого не боится. А кто Бога не боится, тот боится всего. Собаки бешеной, автомобиля внезапно затормозившего, дефолта, котировок цен на рынке, бумаг там, соседа, жены собственной, мамы, тещи. Кто Бога не боится, боится всех. Поменяйте тысячи бесполезных страхов на один хороший страх. Страх перед Господом Богом. Он великий, его нужно благоговереть перед ним, нужно трепетать перед ним. И в Храм Божий приходя, приходите учиться и лечиться. Поскольку мы глупые и больные, а мы такие глупые и больные, нам нужно в Храм Божий приходить учиться и лечиться. Вот для этого в Храм Божий приходите. Лечиться и учиться, учиться и лечиться. Сила Божия от него исхождаши и исцеляши вся. Так пишется. Отверзь уста своя и учаше их там. говорил им то-то, то-то, а к нему приходили многие и прикасались к нему и сила от него исходила и исцеляла вся. И люди приходили к Христу, послушайте Его и исцелитесь от недуг своих. Вот зачем церковь приходит. Послушать Христа и исцелиться от недуг своих. Если вы не за этим ходите, то вы еще не за этим ходите. Нужно прийти в храм Божий, послушать Христа и исцелиться от недуг своих, от зависти, от злобы, от похоти, от гордости, от лени, от глупости, от узости, от того, от всего, от пятого, от пятнадцатого. Послушать и исцелиться. И Христос живой, вполне живой, по-настоящему живой, по-настоящему действующий и чудодействующий. Он даёт нам себя послушать и услышать, и прикасается к нам, чтобы мы от Него исцелились. За этим будем приходить в храмы Божии, в этот и другие, во все православные храмы будем ходить с вами в наступающем 2015 году. Да явит Господь, воскресший из мертвых Христос, имя Ему, силу Свою на Церковь Своей православной, да утешит и обрадует каждую душу верующую, да сокрушит на наших глазах, сокрушит и растопчет всякого негодяя и врага истины и правды, чтобы мы усмотрели, испугались и порадовались. Чтобы мы видели, ох, когда грешники наказываются, люди крестятся и говорят, есть Бог, Бог свят, Бог праведен, Бог наказывает негодяев. Чтобы мы собственными глазами в будущем году увидали наказание негодяев. Сделай это, сдержите. Аминь. И чтобы мы с вами, испугавшись и обрадовавшись, жили лучше, жили внимательнее, жили чище, жили добрее, жили умнее, жили с большей молитвой. И знали, что Христос каждую секунду возле нас наблюдает за нами больше, чем мы наблюдаем за своими собственными домашними сокровищами. Одним словом, богатейте верой, любите Господа, благодарите за прошедшее, готовьтесь к будущему. Будущее в полной мере зависит от вас. Будущее не предсказано. Будущее не ждет вас. Будущее нужно не ждать, а творить. Если ты сегодня сделаешь нечто доброе, то будущее будет одним. Если ничего с ним доброго не сделаешь, будущее будет другим. Если тебя обидели, ты простил, будущее будет одним. Если тебя обидели, а ты в ответ обидел, будущее будет другим. Будущее в полной мере зависит от нашего поведения. Оно не ожидается, оно творится. Будьте творцами своего будущего. Не предсказывайте его и не угадывайте его, и к бабкам не хотите. Оттворите свое будущее, потому что чем больше молителей и добродетелей, тем лучше дорога перед человеком. Тем ближе и короче он наведет его к трону, на котором сидит царь, воскресший из мертвых. Христос, родившийся от девы, пошедший на крест, легший в гроб, поднявшийся из гроба, вознешившийся на небо, и паки грядущие, судить всякую душу, и царство его не будет конца. Будем творцами своего будущего, наступающего году, да будет так. Аминь. Целуем крест, Богом Мадаман, исповедь завтра.